О ключевых событиях жизни региона. Итоги реализации программы социальной газификации, развития коммунальной инфраструктуры, сфер благоустройства и здравоохранения подвел губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Сегодня совещание губернатор начал с новости, которая стала болью для каждого. Напомним, рано утром 13 декабря в Серпухове бывший ученик православной гимназии произвел самоподрыв учебного заведения на территории женского монастыря. В результате происшествия пострадали 10 подростков. 7 из них были доставлены в учреждения здравоохранения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Жертв удалось избежать, потому что дверь в гимназию была закрыта. Вовремя сработала тревожная сигнализация. Знаю, что 7 ребятишек находятся в госпитализированных, в Подольске, в Люберце. Уделить максимальное внимание, состояние здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем, но вместе с тем лишнее внимание всегда очень важно и лишним не бывает. Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован. Эту работу вести. Тем более мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также все должны сопровождаться с точки зрения безопасности. Очень своевременно и грамотно. Прошу это, уважаемые коллеги, держать на контроле и максимально уделять внимание этому вопросу. Максимально большое внимание к здоровью жителей. В зоне риска по-прежнему люди в возрасте 60+. А это почти 1 миллион человек в Подмосковье. Именно они получат до конца декабря письма от губернатора с просьбой защитить свое здоровье и близких от опасных вирусов. А значит, сделать прививку. Я прошу глав со своей стороны дополнительно эту разъяснительную работу вести. Она является важной для того, чтобы мы жили нормальной жизнью, а ни в коем случае не спотыкались о разной ограничении. Каждый житель Подмосковья должен быть обеспечен высококачественными медицинскими услугами. С этой целью в больницы и поликлиники поступает новое медицинское оборудование. Серпухов не исключение. В числе последних поступлений две новые лазерные установки в офтальмологическом отделении ЦРБ. Теперь медики пройдут профильное обучение и смогут помогать пациентам на месте. Сделать жизнь максимально комфортной в регионе. Именно на это направлены все силы. Задача номер один – тепло в каждый дом. В Подмосковье сформирована самая большая в Российской Федерации программа социальной газификации. Мы идем очень хорошим темпом. Около 80 тысяч человек получат газ в этом году. Останется еще порядка 200. Вообще максимальная программа может коснуться 300 тысяч человек. Может, потому что для этого нужно подать заявление, у кого есть это желание. Соответственно, работают наши мобильные офисы. Но обращаю внимание и на то, что дополнительное разъяснение в любом случае нужно. Президент поставил четкое поручение до конца 2022 года подключить газу все домовладения, в которых выгазифицированы населенные пункты, и причем сделать это бесплатно для жителей. Программа 2021 года – это более 1 тысячи населенных пунктов. 2022 год – уже более 2 тысячи. В Серпахове реализация президентской программы идет хорошими темпами. Сейчас в 21 населенном пункте работы полностью завершены. В 11 ведутся. Всего до конца следующего года к газу будут подключены 68 деревень и сел нашего округа.